Сартанула игра NARP против Shadows, будем, наверное, SP их называть, ну а вот этих дотеров с тремя North American Rejects, как-то так, наверное, мой пест ингриш, вот, ну их будем называть NARP. Luna Sand King, то есть, в принципе, уже вторая игра, в которой есть Sand King, один из самых, наверное, в данный момент, во всяком случае, популярных героев на квалификации американской, игры проходят по системе B1, команды набирают очки, и надо, так, ну, я, я опять же не знаю, я что-то тут сделал с этим, я что-то сделал с этим микрофоном, и, во, вроде, так, Так, что это за человек, что ему надо? Ой, это комп арены, там нету ХСа, наверное. Думаю, да, думаю, здесь нет ХСа, установить его не думаю, что проблема, но, ребят, согласитесь, когда идет International, играть в Hearthstone, это, это, наверное, не очень, это не самая лучшая идея. Под грамотный доз атаки невозможно защититься. Ну, да, я думаю, наверное, так оно и есть, что ты сделаешь. Можно только надеяться на совесть того человека. Вот, будем полагаться на нее. Я просто ради этой квалификации, ради этой квалификации проделал путь в 12 часов на самолете с Кемерово, причем, нет, с Ленинско-Кузнецкого. Я летел, ехал вначале в Кемерово, потом из Кемерово я летел в Москву, причем рейс задержался на 40 минут, из-за этого для пересадки у меня времени было, на пересадку у меня времени было буквально там, ну, минут 20-25. А учитывая, что аэропорт Шереметьево, это довольно-таки большой аэропорт, и тяжело добраться с одного пункта до другого, там пока еще паспортный контроль пройдешь. В итоге я там просто как какой-то Усейн Болт носился по всему этому аэропорту, успел вскоре пополам, все хорошо, долетел в Киев. Тут тоже как бы не самое простое попасть в этот Киев, так как сейчас, сами знаете, какая ситуация, и попасть сюда не так просто. Пустили все-таки, и вот я дошел, и вот я готов, и вот я приехал, накрасился, нарядился, а тут вот такой вот, ну, где справедливость? Так, Брюмастер, Центкинг, Луна, ну, пик очень грозно смотрится, хорош в лейте, хорош на начальном этапе, пуш потенциал не очень сильный, но за счет Луны он немножечко укрепляется, смотря что дальше доберут по пику, пока еще не до конца понятно. Но уже можно сказать, что нар, хотят завладеть преимуществом в начале игры, почему? Потому что их пик более такой агрессивный, даже вот на первых минутах. Если посмотреть на СП, в данный момент у них есть бэтрайдер, который в начале игры ничего не может, нужно ему даггер выформить, там, первые 12 минут он точно его будет формить. Ну, а СП думают пока что брать, и плюс у них есть Ancient Operation, саппорт, который тоже довольно-таки жадный, ему надо поднять с себя левел. За исключением тех ситуаций, когда используют это в Ancient Operation, в основном, ну, на начальном этапе, из-за его Чинилин Тача, который приносит очень много урона, ну, и там можно напрягать противников довольно-таки жестко. Добрали себе Рубика. Уже комбинация саппортов довольно неплохая. Два оранжевых саппорта с начальными хорошими обилками, Чинилин Тач, плюс Ребятели Кинес, либо Фейтболт, скорее всего, первая. Опа, Арбуз залетает в Тайтхантер. Ну, что-то знают, походу, нары. Я Тайтхантера последний раз не помню, когда видел. Самый запоминающийся Тайтхантер, я, наверное, в каждом стриме, когда пикают Тайтхантера, говорю о том, что самый запоминающийся Тайтхантер, это Тайтхантер от Фира, который вот я просто вот он был, лютый такой был, что ого-го. Ну, и каждый, наверное, смотрящий в паблике собирал этому герою шиву, рефрешер, там, какой-нибудь еще айтем, либо на, ну, типа, там, не знаю, пайпы, худа, ну, то есть на жир что-то. То есть его, во-первых, хрен пробьешь, во-вторых, у него дикий прокаст, ну, а в-третьих, а третьего и не надо. Просто тупо не надо. Лайфстиллера забирает себе спа, а вместе с Батрайдером будет хорошая инфестбомба, этот герой хорош в основном только тогда, когда есть инфестбомба качественная. Но вот кого они будут пытаться убивать? Брюмастер это тот герой, которого можно не успеть убить за время действия лассо, а если ты его не успеваешь убить, то он успевает заюзать ульту. И вот тогда проблемы. Тайтхантер, Тайтхантер просто-напросто своей пассивкой сбросит этого лассо. Луна. Если будут фокусить луну, то там тиммейты помогут. То есть луну сгрызть тоже, лайфстиллер, скорее всего, не сможет. То есть пока сомнительно довольно-таки выглядит это комбо Батрайдер плюс лайфстиллер, но... На начальном этапе демеджа должно хватать, если хорошее будет как раз-таки начало по фарму у лайфстиллера. Какой-то фаст медас, какие-то фейзы армлет, плюс барабаны быстренькие такие, шустренькие. Ну а по банам мы видим Ликана вместе с Веспом, далее вычеркиваю Драгонайта и Дарксира, ну и ластбан Shadow Demon, который очень жестко контрит и Батрайдера, да, преча, либо самого Батрайдера, либо того, кого он ловит. Ну и самого же лайфстиллера, и пуржом, причем, ну в общем это лучший банк, который в принципе можно было сделать, я думаю тут понятно. Его ульт плюс дисрапшн, контрит как лайфстиллера, так и Батрайдера. Ласт пикбейн. Очень много всяких неприятных нюков, достаточно много АОЕ, куча дизейбла, и есть замедление даже. Гаш плюс премастера Клэп. 10 секундs to go. Да, тут ластбан СФ, честно говоря, не знаю, почему они боятся СФа. Моем личное мнение, если бы сейчас СП взяли СФа, то это было бы настолько приятно нарам, так как у СП стал бы пик ооочень пассивный. Ну там, даже не знаю, говорю, вот иногда такие вот баны типа СФа видишь и думаешь, вообще зачем? Они же его не пикнут, а если пикнут, то вы им еще спасибо скажете. Ну да ладно, не важно. Ласт пик Сайленсер. СП что-то явно задумали. Посмотрим, какая-то, наверное, заготовочка. Я вот этих ребят в последний раз уже не помню, когда видел игры. Ну вот, сейчас будет возможность понаблюдать. Ждем, пока разберут персонажей. Да, также общаемся в чате, задавайте там какие-то вопросики, если вдруг у нас игра будет такой не самой насыщенной экшеном. Например, предыдущая каточка не особо заставляла скучать, точнее вообще не заставляла скучать. Там, конечно, была игра в одни ворота, но она была довольно интересная. Постоянно был какой-то экшен, какие-то драки. Даже команда, которая проигрывала, она пыталась, пыталась как-то бороться и достойно отыгрывать. Так, ну что, смотрим, кто на ком у нас играет. Значит, Chicken MC. Ну, такой вот никнейм. А на Сайленсере. Товарищ Найрок. Батрайдер. Первый. Лайфстиллер. Ластхитмэджик. Вот единственный, наверное, никнейм, который знаком на Рубике. И Джойк на Эншент Оперейшене. Команда Нар, являющаяся фаворитом данной квалификации. Они вполне могут взять первое место. Могут получить слот. Корок у нас, Брю, Мастер. Фогет, Сент Кинг, Сникинг, Луна. Бракс на Тайт Хантере. И... 14.37 на Байне. И вот, казалось бы, да? По-моему, Нар это, насколько я знаю, не какая-нибудь там команда, которая спонсируется. По-моему, это просто ребята вот собрались вместе, сделали себе тег и играют. Без... Вот вроде это не организация, я не уверен. То есть, даже в Америке, по сути, еще не все так хорошо, что говорить про нас. У нас организаций, наверное, даже по доте гораздо больше, которые как-то помогают, спонсируют игроков и обеспечивают их какими-то там ресурсами, типа зарплаты там. И возможность у себя как-то обеспечить и там возят, их помогают, то есть, организационными вопросами занимаются. В общем, как любая организация. Побежал, побежал. С красной вот этой ленточкой. Опа, поставил Сентеряк. Сделать, понятное дело, ему тут ничего не могут. Спокойно поставил Сентеряк. Но Тайтхантер не самый сильный хардер. То есть, он, по сути, тут, пока у него хаста действует, может быть, он что-то вот и получил, да, единственного крипа. Все. Это единственное, что у него получилось схватить, нахоботить на этой линии. А что он дальше будет делать? Дальше он будет смотреть, как лайфстилер формит. Притом, будет смотреть с довольно большого расстояния, он не будет получать экспу. Так как, если он подойдет, там тупо его развалят. Пассивки у него нема. Прокачал на первом левеле анчерсмеш в надежде на то, что линия как-то спушится, пока делаются грамотные отводы. Ему можно встать куда-то сюда, получать хотя бы какую-то экспу. Пока этого Тейтхантер не видит и не делает, а тем временем Батрайдера поймали. Кстати, очень больно Батрайдеру. Пытается улететь, съедает тангус и умирает. Вот. Тангусик. Тангусик точно кушать не надо было. Он не успевает отрегенить тебе за одну секунду. Он тебе не успевает отрегенить хп столько, сколько тебе Бэйн с руки наваливает. А Бэйн с руки 60 урона. Это один из, наверное, сильнейших суппортов на начальном этапе. У него урона больше всего. И рейндж как бы немаленький. Четыресотни. Дал тычку, стрейф, тычку. И, кстати, еще что хочется отметить. У него мувспид 315. Это также один из самых высочайших мувспидов в принципе в доте. Вот, например, Репарайшн 295. Рубик 290. Разница довольно серьезная. Даже вот он, Сайленсер, стоящий в миге, имеет поменьше МСа. И вот Сайленсер пытается как-то переластхитить Брюмастера. Как мы видим, у него нихрена не выходит. Все довольно печально по крипстату. 7-3, тут 10-6. Ну, вот он закидывая первую в третью. Это противный скилл билд, который даст о себе знать в минуте на 20-25. Почему? Потому что тогда-то вот этот курс, он будет практически бесполезен. Это сейчас он очень силен. Потом, когда на тебя Брюмастер прыгает с даггера и бахает ульту, ты вряд ли успеешь на него повесить что-либо и как-то противостоять ему. Видим, Корак спокойно пока крипится. Имеет хороший крипстат, а на топе Бэтрайдер в очередной раз фиданул. Брюмастера обходят. Должны, по идее, его взять. Филикин АС. И пошли, пошли нарезать с руки. Тут Корак еще и развернулся. Дал Певчанского. Ой, дерзкий, конечно, Корак получает курсу. Бэйн. Сгорает у него мана, но не страшно. Бэйн в принципе мог не прилетать, он тут не нужен был. Я не знаю, Брюмастеру вообще как-то чихать было. Единственный дизейбл... Нет, на что они в принципе надеялись, непонятно. Я вначале тоже так как-то посмотрел, подумал убьют, но... Ничего не вышло. Аппарат. Аппарат, я вам рад. Но на самом деле, Тайдхантер, наверное, точно ему не рад. С другой стороны, Operation пока что ничего такого страшного этому Тайду не сделал. Так как он... О! Ну, нормально, потратил маны кучу, все равно Тайдхантер хастуэту либо заберет, либо оставит для Брюмастера. Да, конечно же, оставит для Брюмастера. Так вот, вот эти два суппорта, они своим мувом, который в мид, да, был сделан, они ничего не добились, они потратили свое время. А вот Тайдхантер свое время не потратил впустую. Он уже имеет четвертый. И тут такими темпами появится рэвич. Даже если все будет складываться очень плохо, рано или поздно, он свой шестой подымет либо в лесу, либо на какой-то линии, которая освободится. Топ-лайн, как мы видим тут, захватили просто и лес, и линию, все хотят фармить. Ребятки из Нар, пока 0-2 преимущество за ними. Китайские комментаторы вылетают или кто это. И до них добрались. Тут, судя по всему, будут делаться, наверное, стаки, но пока еще пятая минута особо не постакаешь. И не пофармишь. Патрайдер у него 47 демеджа. Ты вот так вот бить этих курс будешь до скончания веков. Тебе проще даже на базу пойти отхилиться. Тем временем мы видим, что тут Тайдуха хочет. Вот, я говорю, китайцев, походу, тоже начали потихонечку. Вот, реально же, а. Продолжает корок себя обузить. Боттл стоит на линии, как у себя дома. И сильно напрягается от этой курсы. Вообще странный, на самом деле. Вот Саленсер лучше бы брал свои главы и по голове Брюмастер убил. Потому что Харас был бы тот же самый. По сути. А. Ну, потому что Харас не Харас, он с бутылят своего хп восстановит. А в лейте, вот эти дулаевы, они принесут огромное количество пользы. Там очень много пюр демеджа. 75% от интеллекта. Если даже сейчас взять 75% от интеллекта, это почти 40 демеджа. Так-то. Пюр демеджа. Чтоб вы понимали. А, это очень многое решает. А если учесть тот факт, что он интеллекта будет воровать, плюс у него прирост за левел 2,5, то тут... Ну и айтемы, я уж не говорю про них. Иногда такие сайленсеры плюху выписывают ого-го. А вот курса, она с течением времени тратит свою актуальность. Она сейчас-то не особо полезна. Но может быть есть какая-то строта, поэтому мы не будем особо пока вот так вот критиковать этого сайленсера. Но в данный момент пока он ничего не показал. Клэп, тычка сразу крита пропирает. Очень больно. Гаши просто-напросто развалили. Очень легкий килл достался мидеру команды Нар. И... Изи, по-моему, да, Скалабримастер? Да, и правда, Изи. Оп. Оп. Да. Я ему уже завидую. Шикарно. На квалификации Интернешнала. Вот так вот халявит. Все, что можно. Ну, как я уже говорил, эта команда является фаворитом. Так что нет ничего удивительного. Брюмастер, а что у него от него? Там что, пахнет чем-то? Или это пивные пары? Какой-то он... Вы видите, да? Эффект какой-то интересный. Так, пошел-пошел Брюмастер. Но тут уже, понятное дело, надо отступать. Иначе все может закончиться довольно плачевно. Заюзал Клэп. Чтобы сбить с себя курсу. И с бутыля восстанавливается. Руна появится уже буквально через 10 секунд. Батрайдер. Это то, о чем я говорил. СП. У них очень жадный пик. И на начальном этапе СП будут тупо терпеть. И пока у них на самом деле неплохо получается. Если учесть тот факт, что у них Луна фармит. Ой, Луна, говорю, фармит. Лайстилер фармит. Он же... Вот, 51 крип. И, по сути, столько же, сколько и у Луны. Если глянуть на Нетворс, то разница там всего в 300, даже меньше. То есть оба керри имеют свои айтемы. Батрайдер станет силен с покупкой Даггера. А Даггер уже появится, я думаю, совсем скоро. Судя по количеству золота. Оп, все, заливает маслами. Легкие деньги. Вот тайдуха себе подобное позволить не может. Но ему оно и не надо. А он и так себя чувствует в шоколаде. Шестой левел. Почти седьмой. Если глянуть на этого товарища, то тут еле-еле что тикает. Но по деньгам. Тейдхантер 1900 Нетворс. Батрайдер 2200. И Батрайдер скоро возьмет свой дакгер. Тут арканбутсы есть. Мы будем свапаться, ребят. Ну, скорее всего, когда будем соло комментировать, скорее всего, соло будем комментировать я и адекват. Потому что мы как бы такие комментаторы, которые часто соло комментируют. Но может быть это как бы не сотка инфа. Может быть как-то будем меняться. Я не против, мне в принципе без разницы. Я комментатор. Это давным-давно я комментировал один. Мне непривычно было с кем-то комментировать. Сейчас-то я могу с любым человеком сесть, комментировать. Это не проблема. Так что еще много всяких разных связочек увидите. Будет много всего интересного. Так, ну, во всяком случае, пока интересного не очень много. Потому что у нас есть бьем крипов гейминг, фармим айтемы гейминг. Вот друг друга вроде немного попинали, поубивали и все. На этом хватит. Тайдуха вроде все имеет. Можно идти прям лайфстилера брать. Не? У этого даже ульта есть. Так отчего они стесняются? Понять не могу, ребятки. У чего? Вот все. Так, глобал. Но рейдж это был профукан. Пытаются. Так, цапнули. Бронь цап на развороте. Лайфстилер. Все-таки бэтрайдер дождался. Но он поймал брюмастера, который по-любому занется в ультимейт. Да, так и есть. Узает свою ульту. Цепляет сразу лайфстилер. Ульта у лайфстилера потрачена. ХП себе восстановить он не сможет. И должны его здесь добивать. Дерется, отхиливается. Но там столько хП себе не восстановишь. Переключается на остальных игроков. Подняли в юлы. Гаш. Хотят взять бэтрайдера. Но у бэтрайдера есть даггер. Рэвич не жалеет. Попадает хорошим рэвичем. Клэп еще и по двоим. И должны минусовать этих товарищей. Джойк это минус. И Сайленсер с руки. А, братюня. А у тебя нет глэйвов. Ну давай, бей с руки. Давай. Пощекачи, пощекачи его. Помассажируй брюмастера. Это ультракил от Корака, guys. Это просто... Блин, как бы мне тут... Компьютер не убить своей ногой. Могучий. Это просто... Это, это, это просто овнич. На брюмастера тратить лассо было глупой идеей. Я сейчас так немножко... Критикую действие СП. Ох, ох. Вот он, вот он, Фогет. Во всей красе я просто демонстрирует ультимейт Сэнд Кинга. Показывает всю его мощь. А Луна, она даже ничего не сделала. У нее есть Эклипс, у нее есть Бим. Она просто подошла. Поаплодировала Фогет. Говорит, молодец, братюня. Хорошо. Не зря тебя в команду взяли. Ты отрабатываешь свои 200 долларов. Это сейчас была шутка. Наверное, все тут смеются. Смешно, весело. Ох. А, Бэтрайдер. Ну, Даггер есть. Теперь надо инфестбомбы реализовывать. А для инфестбомбы было бы круто увидеть какой-то армлет на лайкстиле. Так как все-таки ДПС тут хромает. Прэйшин, я смотрю, тут тоже нормально потаскала жизнь. Но живой. Аппарату уже постараться надо поднять шестой. Как бы не самая критическая цифра. Но на 12-й минуте обычно шестой левел уже есть. А то и выше. Рубик только-только пятый поднимает. Здесь мы, например, можем посмотреть на левел восьмой. Саппорт шестой. Графики. Пять с лихом. Тут уже ближе к семи. По экспе там очень много. Ну, посмотрите, да? Салисер раскастовал полностью все, что у него было. И толку вообще просто ноль. Вот этот дядя на хосте бегает и рассказывает прям под тавером. Кто тут прав, кто нет. Отхиливается с бутыля. Даггер у него откатил. Если прыгнет, даст клэп, ультанет. Можно еще попытаться убить. Нужна небольшая халпа. Но ее не будет. Отошел к 14-37. Полетел, полетел под спаками. А, тут айдуха продолжает фармить. У него все замечательно. 2000 голды скоро будет. Скоро будет грязь. В виде даггера. Слушайте, ну такая приятная, да, билка? Давненько от Тайдхантера. Ну, лично я не комментировал-то уже сколько. Может быть, его уже последние дни 10 пикают по кулдауну. Я там сколько дней 9 получается, да, не комментировал. То есть я выпал так из этой области, так как у меня были вот всякие перелеты и прочее-прочее геморройное неприятное. Ну, тайдуха выглядит очень даже уверенно. Но мне кажется, что все-таки... Мне кажется, что все-таки Тайдхантер это не тот хардер, который сможет вытерпеть, если только какую-то строту не придумают через эншентов. По факту он же их тоже может фармить. Они же его... Так, у меня тут кнопка, что ли, западает. Да, походу так и есть. То, что он... Этих эншентов же фармить просто нереально круто. На 60% снимает им урон. У них там урона остается практически ничего. Плюс ко всему у него есть вот эта вот штука, которая тоже понижает урон. По итогу получается, что эти нейтралы тебя вообще не бьют. 60% демеджа. Ну, считай, что ракет он снимет. На 2 раза Кракеншелл прокачать. И там 20 урона блочится. Все, тебе больше ничего не надо. Ну, там големы, может, тебя чуть-чуть пробивать будут. Это не страшно. А если у тебя Кракеншелл 2-го, то тем более. Ну, тут вопрос в том, как тебе поднять такой левел. Это вот против СП получилось поднять его. Так как они там немного фейлились, да? Помним вот этих двух суппортов, которые побежали в мид. Ничего не загангли. Бежит-бежит. Ага. Ага. Ну, вот он ворвался. Но глобал немного поздний. Все-таки нормально получился глобал. Довольно неплохой реведж имеется. Надо уже либо юзать, либо просто-напросто умрет. Дает прокаст Тайтхантер. И вот он лайфстилер с армалетом. Уже довольно неплохо врывается. Сюда Сенткинг с эпицентра. Набору страйк не стал тратить. Оставил его на этого товарища. И успеет добить. Да, так и есть. Высасывают его. Это минус 4. Потеряли только одного героя. Это Керри, который в принципе всю игру фармил. И наверное мог бы вообще в этом замесе не участвовать. Фармить дальше. Оперейшина под Т2 Тауэром забирает. Т1 Тауэр забирает. 2.15. Мы наблюдаем за очередной игрой, в которой одна команда полностью, целиком, полностью доминирует над другой. Тупо без шансов. Ну тут вряд ли что-то получится сделать. Если посмотреть на графике уже почти десятка. По XP это тоже десятка. Тяжко-тяжко, конечно, приходится СП. Лайт у них слабей. Здесь Луна. Она в лейте этого Лайфстилера вертела. Плюс еще... Ну, у Бэтрайдера статистика 0.4. Можно было бы сказать, что там с Бэтрайдером и Лайфстилером можно как-то убить эту луну. Но если бы у Лайфстилера там были бы шмотки за 16 минут, это, конечно, мало. Бейзер Армред без Метаса тем более. Ну вот он, Лайфстилер. Обращен в бегство. Ласт хит Мэджик. Минус. Ну а своего Керри засейвить удалось. А Керри вражеский просто подошел, забрал Тауэр на халярку. Тейд Холандер не хочет отпускать, подрубается Рэйдж. И ушел. Дальше пойдет. Нет, ну тут есть Баклер. Можно было даже под Тауэр пойти, Арморчик это прилично. Но смысла мало. Лайфстилер с Фейзами довольно быстро. На топе спушивается линия от Бэтрайдера. Я не знаю, по сути он тут вряд ли сможет сломать Тауэр. Вот Бэтрайдер, он чем-то похож на Дарксира. Линию спушить ему не проблематично. А вот сам Тауэр сломать, это уже... Это уже такое. А вот здесь ребятки навалились. Впятером. Тауэр тоже медленно падает. Но в отличии от топа, он реально падает. А здесь Тауэр просто покорябали. У Тайд Хантера Рэйвиджер скоро откатит. Все довольно-таки побитые. ХП не так уж и мало, но... Наверное, все-таки отойдут. Митрил Хаммер у Луны. До БКБ осталось совсем чуть-чуть. Надо дофармливать. И учитывая, что Нар играет за Дайр, они заберут точно Рошана в ближайшее время. Ну и в принципе должны уже довести игру до логического завершения. 17 минут, очень быстрая каточка получается. Луна принимается за фарм иншентов. Глэйвы в рам-акшены. Вот, кстати, Сникинг играет через замену макшены глэйвы. А пассивочку вторую... Что такое? А пассивочку вторую на два раза. Ну и все. Это, наверное, повыгоднее будет. Так, а нас тут тем временем... Как ни странно, да? Вот такое событие, когда происходит, ты понимаешь, что кто-то уже просто издевается над вражеской командой. Нас Хит Мэджик спрятался. И тут кто кого передамажит. Вот с аншторбом Бороу Страйк. И минус саппорт команды СП. Вот. Я про тот момент, что когда твой керри фармит, плюс твой саппорт там рядом с этим керри находится, то обычно эта команда, она не агрессирует. Она, наоборот, там отсиживается, где-то ждет. А вы посмотрите, что эти два... Что эти два наркомана делают? Фогет. Пошел прям под Т2 Тауэром вместе с Короком. Забрали в начале суппорта. Забрали второго суппорта. Ни во что не ставят они, в принципе, своего противника, потому что набрали преимущество уже такое, что тут... Да, тут уже 15, тут уже больше даже. СП. Не в состоянии что-либо сделать. Поймали лайфстилера. Оставил Корок фраг. 4-1-4, тут 9-0. Сокорок и стал воровать. Не стилер. Не то, что некоторые... Тайдухо. Не попадает под Дайс Бласт. Ну, он даже если бы и попал, что ему перетерпел бы, да отрегенился. Папчики... А, ребят, я тут даже, если бы можно было, я не знаю, можно и нет, не думаю, что тут, так скажем, нельзя. Просто времени по-любому не хватит сыграть этот папчик при всем желании. А вообще, знаете, тут клава, так скажем, непривычная, мышка непривычная, все непривычно. Я бы тут играл сейчас... Не так играю не очень, а тут вообще что? Какой тут играть? У меня тут даже биндов, считай, никаких не будет. Так, ну сейчас должны спокойненько бахнуть Тауэр и пойти, пойти на Т3. Ну вот он, момент истины. СП каким-то образом должны задефить Нар, у которых 20 косарей золота и экспы. Каким это образом можно сделать, непонятно. Наверное, никаким. Ну, вроде как, первую волну отбили. Рошан, вот, тоже странно, торопятся куда-то. На самом-то деле, торопиться вообще некуда. Всего 20 минут прошло. Как по мне, вот такие игры, где ты выигрываешь, 25-30 минут, это самое то. То есть ты где-то до 20-й минуты ломаешь все товара внешние, а потом принимаешься за Рошана. Забаров Рошана, ты уже можешь легко заходить на хайграунд. Хороший айс-бласт. Попадает практически по всем. Только луна его задоджила. Луны, БКБ, Манта, Нетворс, почти 13 тысяч. Вот он, Рэвидж, хорошо. Двоих просто моментально минусует. Лайфстилер под рейджом что-то делает. Луна подрубил Эклипс, начинает убегать. Луна там... Убегать, точнее, догонять, извиняюсь. И ГГБ. Бороу-страйк, эпицентр. В одного Батрайдера, который бахнул ульту перед смертью и по голове получил булвышником. Лол, ГВ, Некст и так далее. Да, такая довольно легкая игра получилась для Нар. И посмотрим, что там у нас вообще по табличке шоу. Ага, сейчас мы заапдейтим только. Так, заапдейтилось интересно. Ну-ка. Во! Во! Отлично! Так, что тут у нас имеется? Значит, ЦНБ. Один... Ну, это одна игра была. Ну, вот сейчас эту победу засчитают команде Нар. И у них тоже... Тоже-тоже будет... Победа. Так, следующая игра, ребят, у нас, получается, начнется... Следующая игра у нас начнется в 20-40 по... По Цет. Правильно? Да, правильно. 20-40 по Цету. Это, получается, через почти час. Ого! Я не уверен. Не уверен в том, что игры не будут как-то смещать, потому что, как по мне, через час начинать. Это 20-40... Может, УГ против ЦНБ будут шпилить. Ага. Ну, непонятно. Ну, по идее, вот 20-40 Цет. Время поставлено. Час 20 дают на каждый матч. И, по сути... По сути, все верно, да? УГ против ЦНБ. Ну, вот так вот оставлю я, наверное. Подключу, ребят, вам какую-то музычку. Никуда не разбегайтесь. Как только будет что-то интересное, я к вам вернусь. Но, скорее всего, вернусь уже к игре непосредственно. И пока пауза. Пауза музыкальная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok